Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 23 октября и рассказывая о томате медовый салют, я решила еще раз поговорить о сорте перца медовый колокол и предостеречь некоторых огородников, таких начинающих, неопытных, кто еще ни разу его не выращивал, предостеречь и еще раз напомнить о том, что он очень плохо вызревает, как вам сказать, ну в теплице или там в открытом грунте. Я вот уже рассказывала о нем и говорила, что больше не буду его высаживать, потому что он у меня даже в теплице не вызревает, приходится рвать его фиолетовым, вот таким вот, это перец вот с таким темно-темно фиолетовым цветом, почти черным, потом, только когда полежал он у меня месяц дома, он начал превращаться именно в пурпурный колокол, а так он был черный колокол. И когда я сказала, что он не вызревает, остается фиолетовым, одна зрительница написала, ой, ничего, ну зато будут фиолетовые перцы, будем есть с фиолетовыми. Но я вот сейчас нашла отзыв, ну просто постороннего, чужого человека, который также соблазнился на фиолетовый окрас и решил покушать перец в технической спелости. И оказалось, что он, я-то не ем зеленые перцы, я даже не знаю, мне не хочется его даже попробовать, но она вот пишет, что он травянистый, никакой на вкус, и в технической зрелости фиолетовыми вы его не сможете кушать, он невкусный. Хочу вот вас предостеречь, чтобы вы, если у вас короткое лето, если у вас нет возможности выращивать очень-очень рано, если теплица не обогреваемая, то скорее всего этот сорт перца вам не нужно покупать. Вот смотрите, открыла я, женщина пишет, перец сладкий, пурпурный колокол, поиск, также она, о чем приврал производитель Семен, также она пишет, что увидела вот этот вот, повелась на экстерьер перчика, вот видите, вот она, не знаю, сейчас подождите, вот там вдалеке видно, она увидела вот такой фиолетовый перчик и купила. Визуально создает впечатление хорошее, и вот, там заманчиво все, дальше я пролесну, как она высаживала, все-все подробно. Вот появились вот эти у нее фиолетовые перчики, очень понравилось, ждала она до сентября месяца, до конца сентября, он так у нее и не вызрел, и вот такой перец она сняла. Как я вам и показывала, что я тоже сняла с теплицы, вот такой, и она подумала, так же, как вот моя зрительница, подписчица, ну ничего такого, сделаю салат, будет зато фиолетовый красивый перец для разнообразия. Вот она его порезала, и вот видите, внутри пишет, и что видим, на упаковке было сказано, что толщина стенки 6-7, где тонкостенный по факту, это просто она не дождалась, конечно. Да, вкус травянистый, с небольшой горчинкой, детям не понравился. Так, и производитель на пачке написал, что окраска в технической спелости фиолетовая. Какой вывод можем сделать? Чтобы этот перец был вкусным, надо дождаться его покраснения, а он даже и не планировал покраснеть в теплице. Так же, как и у меня, вот все копии один в один, у меня тоже он в теплице, даже всего 2 или 3 перчины покраснели, а остальные фиолетовые, так и висели прям темно, почти черные. И она пишет, рекомендовать вам к покупке эти семена я не могу, только если вы не огородный фанатик, желающий экзотических овощей, которые потом невозможно есть. Вот, это все, что я хотела сказать, потому что когда я первый раз снимала этот пурпурный колокол, я именно не заостряла, вот как на том, что в таком виде, в недоспелом-то их есть невозможно. Да, они красивые, да, они блестящие, но очень-очень тугодумые, они так долго зреют. Сейчас толщину стенки-то мы проверим, мне не верится, что он такой тонкий, если он спелый, просто она его в зеленом виде посрывала и в зеленом же виде решила и скушать, это девушка или женщина. Нет, он не тонкостенный. Стенка нормальная у него, толстенькая, хорошая, но дело в том, что чтобы получить такую хорошую толстенькую стеночку, нужно дожидаться именно биологической спелости плодов. То есть, когда они станут пурпурные, что и соответствует названию, они вот такие вот негритята, вот такой даже перец я не рискнула бы еще кушать. Все, вот это вот как бы описание разочарования о перце пурпурный колокол, да, красивый, да, необычный, но плохо вызревает и в технической спелости в фиолетовом виде люди говорят, есть его невозможно. До свидания.